добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня у нас 25 сентября год 2022 пригород города бреста и вот показываю свой виноградник я вам обещал его показать вот с названиями взял как бы свой журнал и вот вам показываю в этом месте у меня растут это вот такое название было это у меня самый мускатный из всех а вот это который видите вот такой вот это у меня восторг значит вот этот восторг мне очень как бы нравится у меня его наверное больше всего потому что ну как бы вот он настоящий столовой ведь и загаром хорошо набирает сахар и вот кто его пробует он почти всем нравится и он урожайный что я вот это мои как бы такие подходы и вот этот изель какие вот уже гроздочки все у него классно какая красота видите очень мускатный и за счет своего что он мускатный он очень долго как бы прямо на вот этих лианах на лозах как бы мы его не снимаем идем дальше здесь такой у меня закуточек моем саду здесь теплица и вот здесь тоже два кустика этот не какущие его там он был какой-то ранее а вот это кишмиш запорожский более-менее у меня один кустик его оставил более у меня еще раз тут в теплице значит растет кишмиш лучистый вот он вам снизу видно и растет тимур вот такой вот значит посадка здесь почему для того чтобы как бы теплицу оградить от солнца то есть у меня функцию выполняет виноград для того чтобы как бы не было солнца чтобы защита была для томатов и огурцов от солнца вот такой тоже классный вот этот он хороший и он без теплицы кишмиш лучистый расти не будет не знаю как тип тимур может тимур и будет но кишмиш лучистый точно не будет вот здесь у меня граница участка скажем соседский забор вот здесь смотрите 100 летняя яблоня сорт каштеля вот такие вот огромные яблоки у нее очень классная и что здесь растет у меня ну вот очень крупный под названием бочка он неплохо набирает сахар как бы вот этот растет и очень классно это вот очень классный арочный вот смотрите уже мы как бы его употребляем эту почти бочку всю съели и вот такой вот смотрите арочный очень красивые грозди сладкий все тут классно смотрите вот такие грозди у вам все это однозначно вот это тут сколько лет он у меня растет смотрите какие лозы и все у него классно все солидно все чутенько здесь растет липайский янтарь тоже как бы может быть вот этот презент какой-то ну какой-то покупался как винный нулевой это вот пошел липайский янтарь все как бы у него хорошо и дальше мы выходим сюда на swenson red вот я подсадил его потому что он как бы даже смотрите вот такой вот маленький уже а сколько у него от плодов какой красивый и вот сюда аж выходит такой вот урожай и выходим на йодупе я вам его показывал мы его убрали здесь вот тоже граница участка забор и вот здесь вот плевен он мускатный как бы нормальный хороший более-менее можно однозначно его садить от моих условиях а здесь вот винный сорт это у нас регент он молодой кустик он очень как бы похож на фитяс кониагра и здесь йодупе я его не брал вам тоже его показываю это памяти домковской скажем было два куста один убрал вообще это держу чисто так вот для купажа и просто что уже место пустое чтоб не было вот такие вот у него он является кишмишом и вот тут остаточек вам покажу это каринка русская очень классный как бы настоящий кишмиш вот у кого детки смело можно садить у себя и этим можно вот виноградом удивить это у меня красотка ну может быть это вот орхидея тоже может быть он урожайный устойчивый видно все еще как бы нормально здесь растет кеша такое название приличный смотрите какие ягодки тоже чистый а вот здесь вот как бы хороший рекомендую а 43 очень как бы классный и с той стороны там бочка еще растет у меня еще неплохой под названием свинц ну это как бы такой вот классный тоже может быть это вот зорница это вот юпитер нашумевший в интернете я смотрел лет сколько-то назад о нем много как бы говорилось ну скажем так себе это кокол вот такой ну как бы приличный это галахат вот такой смотрите урожайный хорошо набирает сахар видите сейчас какие грозочки сколько еще него висит все видно чутко это у нас идет скажем зеленый под названием муската латао так себе ничего особо не показал это у нас восторг идет вот видите показываю вам все по порядку сколько гроздей урожайный надо садить такие вот чтобы они были набирали сладость меньше с ними было каких-то хлопот и чтоб они были вкусные касание кополя тоже хорошо набирает сахар это галахат вот видите сколько здесь урожая это второе у меня кустик видно надо тоже набирает горю хорошо сахар я вот он почему его и покажу что это у меня вот восторге опять пошли все в восторгах и здесь первоздванные смотрите какие грозди тоже все таюха д как бы вкусовые качества супер но не очень урожайный вот какая вот розочка а вот это тоже не урожайный тоже вот он как бы хороший это подарок украины подарок запорожья вот он тоже ягода хорош вот этот синий это остатки наталья тоже может быть вот это вот хороший динаф вот такой вот классный вот видите сюда тоже наталья а вот здесь как бы вот для если кто-то хочет кого-то удивить то посадите галу смотрите какая мощная такой классный и грозди тоже вот его употребляем в пищу тоже хорошая а вот это динафи подарок запорожье вот смотрите и я это глобена ноу опять восторг свэнсон ред на солнце окрашивается надежда азос это айметис новочеркасский может быть однозначно сахар набирает это вот кеша второй кустик какой классный смотрите те ягодки и опять восторг это вот хороший кишмиш единственно что он позднее это спартан сидлис вот такой вот хорошие гроздочки а это свэнсон и показываю то есть вот такая у нас погода не виноградная а все равно вам показал сколько как бы можно вырастить винограда смотрите какой вот тут все виноград это вот аркадия у меня и вот здесь видите опять коринка русская вот коринка русская мощно набирает сахар понятно аркадия большая не набирает хотя вот посмотрите такие гроздочки красавцы висят какие огромные здесь вот сколько всего но сахар они набирают в этом году